Привет! Ну что, смотрим с вами на посылочку. Вот такой сертификатик пришел, причем тут, смотрите, у него аж и декларация соответствующая. Все, все еще запаковано. Еще сам не видел, что там внутри. Но, само собой, знаю, что там внутри. Что, в принципе, заказывалось, то и пришло. Так, смотрим, упаковочка от Моры. Вот, видимо, в таких упаковках приходят Моры. Слушайте, я вот такую коробку раньше не встречал. Реально. Так, так, так. Кто-то не любит эти вот распаковки. Кто-то любит. Пока тратим несколько драгоценнейших 30 секунд на то, чтобы достать, в общем-то, из коробки то, что есть. Так, у нас еще здесь гарантинички, смотрите. Гарантинички пришли. Вот эта штука интересная. Это отбрасываем. Вот эта штука интересная. Но давайте смотреть. Здесь у нас менее интересная. Здесь у нас два аккумулятора. Да, у меня что-то с аккумуляторами все как-то туго и туго. Вот, поэтому у меня бы не хватило количества аккумуляторов на, соответственно, вот этот вот фонарь, который пришел. Поэтому вот два таких АКБ, оба по 3500. Короче говоря, упаковочка, все дела. Все круто. Да что такое. Далее. Давайте посмотрим на фонарь. Нож немножко оставим. А, нож. Нож вообще интрига не получился. Я уже сертификат показал, да? Соответственно, смотрим мы с вами. Фонарь будет вообще лютый, лютый. Просто будет зверюга. Я такие очень в последнее время что-то как-то люблю, когда они прям производят вау-эффект. Вот он ножичек. Слушайте, полноценный такой, полноразмерный. Вообще не маленький. Слушайте, прикольный. Очень прикольный. Вот, кстати говоря, ну рука какая-то странная, специфическая. Какая-то, знаете, достаточно гладкая, не достаточно шершавая, что ли. Вот этот уголок прикольно. Прикольно сделан. Прикольный. Вообще-то, да. Я ожидал, что он будет меньше. Я ожидал, что он будет попроще. Здесь у нас, правда, 80R13MOV. И попроще у него будет стоимость в связи с этим. Клипс. Он так очень адекватный ножичек, вы знаете. Я что-то как-то ожидал, что он будет... Я ожидал, что он будет немножко как-то проще, чем он есть на самом деле. То есть, он такой весьма крупный. Прям крупный, слушайте. Конкурент прям какой-нибудь Милли там, да? Даже вот этот здоровый Керш, как бы эта крупная модель Натрикса, он прям-то как-то даже... И не сказать, что крупно выглядит, да, по сравнению с ним. Слушайте, модель интересная, кстати говоря. И учитывая то, что это по цене более бюджетный нож у Райков, нежели многие другие модели. И давайте посмотрим на фонарь, чтобы сильно не затягивать по времени распаковку. Ну, это зверь. Это у нас зверь. 5100 люмен сейчас этим, наверное, уже не так удивишь, так скажем, да? 5100 люмен, ну, это не поражает воображение. Но вот то, что эти 5100 люмен выдаются в течение 2 часов 15 минут на 850 метров дальности... 850 метров дальности... То есть, вы поймите правильно, например, у меня была 40-ка... Как эта модель называлась 40-ка? Я уже что-то... LD40, или как он там назывался правильно? Уже, честно говоря, вылетелось с головы. Так, в общем-то, у 40-ки было 12000 люмен, все круто, да? Но на 700 или 800 метров выдавалась всего лишь мощность 1500 люмен дальнобойный. А все остальное, это только то, что вблизи. А здесь же у нас получается супер мощь, еще и на супер такую дальность. Вот эта коробка, вот, ну, чувствуется. Вот это уже распаковывать, правда. Я что-то, видимо, не так делаю. Ну, вот эта коробка, такое я вижу впервые у Феникса. Вот это круть. Вот это уже совсем другой уровень. Да, это совсем другой уровень. Вот это прикол. Он, кстати, да, пауэрбэнком может служить, там, по-моему, да? Заряжать он может точно. Темлячок такой клевый. Слушайте, а темлячок прям какой клевый. Прям так сплетен. Прикольный, очень прикольный. Да, вот это зверюга. Вот эта штука, интересно, выкручивается? Да, выкручивается. Выкручивается, если кому мешает. Убрали. И без проблем. Вот это, ну, как на штатив. У меня сейчас, кстати, штатив есть. Да, вот я камерой снимаю. На штатив его поставить. Блин, вот это зверь. Вот это зверь. Но я сразу вам его не включу сейчас. Не подготовился я. Сразу включаю. Ну, в принципе, опять-таки, светло. Сейчас что мы увидим? Да, 4 аккумулятора. Вот он, USB разъем. А как пауэрбэнк, он что-то не служит, получается? Слушайте, мне казалось, что пауэрбэнк должен служить. Наверное, как пауэрбэнк не служит. Ну, ладно. В любом случае, в любом случае, зарядить можно прямо здесь. Вот это зверь, конечно. Я думаю, что во время тестирования мы все это увидим. Должен быть просто зверский зверь. Вот такой вот, ух, ничего себе. Прям держишь в руке и внушает. Но это должен быть вау-эффект. Все-таки, все-таки такой мощности у меня еще никогда не было. Чтобы 5100 люмен на 850 метров лупило. У меня такого еще не было. Соответственно, я вот очень-очень хочу впечатлиться. И я практически уверен, что должно быть. Ну, потому что все-таки это феникс, как ни крути, это бренд. Вот. Вот эта штука, не знаю, подвешивать. Ну, как-то так, специфически. Надо попробовать, в принципе, сколько. Я бы не сказал, что сейчас увесисто. Ну, без аккумуляторов, конечно. Я бы не сказал, что что-то прям сверхтяжелое. Ну, 4 аккумулятора. Ну, мне кажется, нормально. Понятно, что в кармане такое не потаскаешь. Ну, вот. Но в рюкзачке, например, где-нибудь там в сумке без проблем можно. Вот. Упаковка впечатлила. Мощность, я очень надеюсь, что впечатлил. Я на это очень рассчитываю. Буду вам показывать в ближайшее время, я надеюсь. Вот. По ножу прикольный. Прям прикольный. Прям-прям-прям-прям-прям. Я не ожидал. Ну, единственное, что видите, чуть попроще он как-то по материалам. Ну, и по цене попроще. А по дизайну и по качеству сборки очень достойно. И крупный такой. Прям на все случаи жизни. Прикольный. Ну, посмотрю более подробно, расскажу более подробно. Спасибо тем, кому не жалко поставить лайк. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. Да, ссылочки, само собой, я размещу. Размещу к видеоролике ссылочки. Зайдите, посмотрите. Создавьте впечатление. Субтитры сделал DimaTorzok